АЛЕКСЕЙ Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Я продолжаю работать с Алексеем. Хочу напомнить, что Алексей – неговорящий ребёнок. И я уже говорила, что каждое занятие начинается обязательно с артикуляционной гимнастики. Мы делаем артикуляционную гимнастику по звуку Р, по звуку Ш, по звуку Л и по звуку С. Звуки Л, Р и звук Ш – они уже близки к правильному произношению, то есть поставлены. Сейчас нужно их отрабатывать. А вот звук С пока ещё в процессе работы. Над звуком Ш мы с Алексеем работаем, активно его вводим в речь. Ну и естественно, что мы отрабатываем ещё правильное произношение. Также мы берём и слова со звуком Р и со звуком Л. Кто смотрит мои видео постоянно, тот, конечно, видел, как Алексей произносит слова с этими звуками. Почему идёт такая работа с этим ребёнком? Потому что у него нужно сформировать фонетико-фономатический слух. Если у ребёнка говорящего мы берём работу над одним звуком и идём от начала до конца, то есть полностью уже вставим в речь тот звук, над которым мы работаем, то с Алексеем работа совершенно иная. У него нужно сформировать фонетико-фономатический слух. Для этого мы, конечно, берём уже и сюжетные картинки, в которых встречаются эти звуки, поставленные звуки. Но которые звуки не поставлены, вот как звук, конечно, мы не требуем правильного произношения этого звука. Вот сейчас я хочу вам показать, как с Алексеем идёт работа над звуком. Посмотрите, пожалуйста, небольшой фрагмент. Вот, чистим. И убираем изыску. Вот здесь её деструя. Опять. Не черезносит. Вот так делаем катушку. И убираем. Опять. Опять. А теперь вытаскивай изыску. Вынимай. И убирай в руки. И дыши. Убирай в руки. Опять. И опять. Убирай в руки. Опять. Вынимай изыску. Убирай. Опять. И убирай. Ну, теперь попробуй сам. Так, сделай катушечку. Сюда положивочку. Малень. Катушку. Нет. Вот, ты кольца мной. Опять делай катушку. И убирай. Опять делай катушку. Сейчас струила ходит через язычок. А у тебя вот она. Вот должна. Нет. Вот сюда дуй. На зубки. Ручки положи. Вот сюда дуй. Смотри. На зубки. Вот сюда. Еще. Вот. Еще. Ну, ладно. Ну, вот. Вы посмотрели. Ребенок учится произносить звук С. Упражнения, которые мы делаем над звуком С, я показывала в предыдущих видео. Сейчас тут только он делает катушечку. И при помощи инструмента мы учимся дышать через середину язычка. Можно использовать спичечку. Положив посредине язычка, можно выдыхать. У Алексея дыхание не сформировано. Струя воздуха идет через нос. А надо, чтобы она шла через рот и посредине язычка. Тогда только Алексей начнет правильно произносить звук С. Ну, на этом, пожалуй, закончу. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!